Бой доклад будет называть сверхновые с коллапсом ядра и нейтронные звезды. Что такое сверхновые с коллапсом ядра и вес коллапса ядра? Это светит вся галактика, это светит одна умершая звездочка. Но там, соответственно, галактика и вот эта звездочка появляется, исчезает и появляется. Соответственно, сверхновая звезда, опять же, в астрономии много называются совершенно неправильно, как вот эти гументарные туманности. Так же здесь это не новая звезда, а воротная звезда умершая. И вот она светит полной светимостью, сравнима с светимостью целой галактики. Сотни миллиардов звезд. Соответственно, это какой-то очень интересный, энергичный процесс. Сотни миллиардов звезда и так далее. Значит, фактически вот только показывает спектр. Сотни миллиардов звезда. А? В глазах, да? Да, поймем. Такой куча очень сильный. А краски нет. Пошли. Ага. Вот. Значит, сначала самое главное. У нас вещество стоит на 75 процентов, грубо говоря, из водорода. Значит, соответственно, если в спектрах сверхновых есть линии водорода, тогда это сверхновые второго типа. Значит, как Сергей Иванович Блиненко, который сейчас у нас учит, значит, буковка А, да, за палочку забываем, это второй тип. Крико запомнился. Значит, если нет водорода, то это первый тип. Значит, нет водорода, это что-то интересное. Значит, это звезда, которая изначально состояла в таком, все звезды, там, из 70 процентов, 65 процентов водорода. Каким-то образом весь этот водород растерял. Значит, дальше идут линии кремния. Если они есть, то это один А. Это вот этот вот удивительный, так сказать, тип сверхновых, который, как мы знаем, связан с взрывом, с первоэкерным взрывом белого камня. То, о чем завтра будет говорить Семен, который здесь присутствует. Значит, дальше все остальное. Значит, если нет, тогда по линиям гелия. Смысл, значит, этой классификации нам здесь сейчас особо не важен. Важно то, что вот это все. Все, все, кроме 1А. Это сверхновый с коллапсом ядра. Вот коллапс суперновый. Значит, а 1А это термоядерный взрыв на луках. Таким образом. Значит, по линиям блеска, по вот этим спектральным характеристикам. Значит, тут здесь примерно то же самое, но показаны вот спектры. Да, вот спектры сверхновые 1А. Здесь нет водорода. Ведены линии кремния. Так, а вот такой сверхновый 2А. Да, вот. А шкаф. Значит, опять же, сверхновый делится 2П. Второй тип, например, 2П это сплато. 2Н это линейный. Кстати, у нас все эта спектральная характеристика не так важна. Важно, что у нас есть, это, грубо говоря, логарифт светимости. Это дни после максимума блеска. Ну, дня. И вот кривые блеска сверхновых, они выглядят вот таким образом. Довольно широкий спектр, так сказать, возможности разных. 1А, 1П, 2П. Значит, но факт то, что вот этот 1А, они все очень хорошо масштабируются. Они все очень похожи друг на другую. По причинам, которые мы обсуждали там. Например, все это называются белые кадры с массой близких, чем рассекоросты. Остальные сверхновые, они показывают широкую вариабельность. Но в их основе лежит один и тот же механизм. Это коллапс гидра. Значит, значит, это фактор примерно сотни. Это сверхновая 87А. Это сверхновая, которая вспыкнула в соседке нашей галактики. В большом родном облаке. В 87 году, соответственно, это была первая. Значит, первая сверхновая, которую в этом году нашли. Значит, она вообще была довольно пикулярная. Она отличается от всех остальных. И потом мы про это будем говорить, когда будем ожидать моделям коллапса. Значит, вот что фактически происходит. Значит, вот такая статья. И исчезновение красного сферогиганта. Как пришественника сверхновой 1885. Значит, фактически сейчас статья состоит из трех фотографий. Значит, левая фотография до взрыва. Вот она, звездочка. В момент взрыва сверхновая. То есть, все остальное, да, закрывает. И, как говорится, после взрыва, пожалуйста, вуаля, нет звезды. Значит, вот это исчезновение, так сказать, звезд. Ну, таких звезд, так сказать, которые мы видим глазом. Потому что эти таких всех пор коллапсов сверхновых остаются последствия. То есть, или нейтронная звезда, или черная дыра. Значит, 1А, белый карлик, взрывается без какого-то остатка компактного объекта. Значит, дети оставляют после себя компактный объект. И поэтому, соответственно, в лекции упоминают еще нейтронные звезды, о которых я буду говорить. Значит, вот теперь есть две индивидальные проблемы со сверхновым. Это самая согласованная теория горения для типа 1А, для взрыва белых карлик. Это то, что будет завтра семинар посвящен этому. Но мы хотя бы примерно понимаем, что это такое. То есть, это тот или иной тип детонации или теплограции, но белого карлика. Значит, то, как происходит взрыв сверхновой с коллапсами дра, до сих пор открыт вопрос. То есть, у нас есть только механизмы на разности и проработанности. То есть, мы до сих пор не уверены, что мы знаем. Может быть, механизм какой-то вообще включает себя какой-то ингредиент, плотности. Здесь тоже действительно горит температурой. И вот судьба звезд, зависимая от массы. Значит, самые массивные. Вот они в процессе своей эволюции. Температура и плотность звезды растет. Значит, у этих маломассивных, которые называем коричневые, бурые, карлики, она не достигает линии горения водорода и опускается вниз. Значит, более массивные, все, как мы обсуждали, в них горит водород, значит, дальше горит гель и так далее. Массивные звезды, она зависит, по-моему, от массы. Значит, поэтому, значит, вот звезды с массой, там, примерно, меньше снима Солнца, они вот сходят с этой линии, вращаясь в углеродные, кислородные, там, магнионные, белые камни. Все вот эти вот, они сходят и вращаются в белые камни. А вот более массивные, они идут, вот в эту область, более высоких температур, там, температура миллиарды, и плотность, там, около 10-10 грамм, и попадают, значит, проходят через стадии горения всех элементов, вплоть до железа, и у них образуется железное ядро. То есть, в фактически в центре таких звезд образуется железный белый камень, так можно сказать. И вот этот железный белый камень, он, как и все из белых камень, становится неустойчив, там, надо нарастить достаточную массу, неустойчив, так сказать, динамически. Вот структура массивной звезды, перед коллапсом, а что там, как железный белый камень, и, конечно, идут слои, это называется луковичная структура звезды, как луковица звезда, значит, цель, все более и более тяжелые элементы. Дальше горение идет, оно не выгодно энергетически. Элементы железного пика обладают наибольшей энергией седательного угла. То есть, дальше этот процесс, увеличение заряда и массовой числа, может быть только с поглощением энергии. Так, значит, теперь, значит, почему происходит на вас? Что у вас появляется? Значит, мы за того, слоя, гамма, имея 4-х детей, светом влагали из-за энергетических соображений. Теперь мы можем его понять, исходя из соображений динамических. То есть, уравнение равновесия на квадрат. Сейчас у нас есть сила такая противостоит сжатию и F- на квадрат. То есть, они равны. Опять же, мы смотрим P, основная ровная степень гамма. Уравнение состоит для идеального газа 5-х детей. плотность пропорсиональной формации на r-coup, поэтому f- пропорсиональ ровная степень гамма на единице на r- пропорсиональ на r- степень и гамма в двадцать. Сила, которая хочет звезды сжать, что персонально лениться на этой плагатке. Если мы эти силы от радиуса от высказания, то, может, от радиуса нет. С одной точки равновесия. Вот как-то пересекается. Вот у нас точка равновесия. У нас, возможно, два стручка. Первый F минус. Вот это F плюс. F плюс спадает быстрее, чем F минус. И гамма минус 2 больше 2. То есть гамма больше 4,3. То есть мы звезду расширили радиус Литерса и сила F минус, которая ее сжимает, больше, чем F плюс. То есть да, идет обратно. То есть гамма больше 4,3. Когда у вас гамма меньше 4,3, значит случай прямо противоположный. Перевое отклонение от положения равновесия вызывает динамическую неустойчивость. Именно динамическую. То есть одна из этих сил по мере отклонения троится больше другой, это посуда неустойчивое положение равновесия. Значит, соответственно, первый вопрос. Что у нас происходит? Какой процесс принижает гамма минус 4,3 в центре этого железного ядра? Значит, температура, как вы видите, там уже миллиарды кельников. Теперь 9 единиц. Значит, соответственно, происходит вот. У нас есть железо. 56-ое ядра железного ядра. И начинается процесс, при таких высоких температурах, процесс фотоассоциации этого железа. То есть железо 56-ое начинает разваливаться на электроны, протоны и альточастицы. Альточастицы тоже на электроны и протоны. Плюс рождается в забиле электрон-пазитронные пары. Значит, все эти процессы требуют вращения энергии, вращения энергии. Таким образом, давление как функция плотности, у нас было бы давление как функция плотности без этих процессов, оно становится меньше. Энергия, которая вошла в кинетическую энергию и вошла в давление, она тратится на то, чтобы разваливать эти очень связанные ядра железа, альточастицы, у нас родителей протонетронных пара. Таким образом, вот эти процессы, они начинают унижать в центральной зоне показателя гамма. Соответственно, в чем все это происходит, все нарастающем темпе? Значит, вот мы смотрим. Основные стадии горения звезд 15 и 25 масс Солнца. Значит, для каждой стадии вот верхняя линия – это 15 масс Солнца, звезда нижняя – 25 масс Солнца. Значит, тут горение водорода, гелия, углерода и так далее вплоть до железного. Значит, вот будем смотреть там, скажем, на 15 масс Солнца, да? Водород горит 12 миллионов лет. Значит, гелий – 1 миллион лет. Углерод 6000 лет. Значит, все ниже, ниже, ниже. Какой-нибудь кремний горит в железо всего 6 дней. То есть, это самый ускоряющийся процесс. Значит, происходит все быстрее быстрее, и за этим следует коллапс. Потому что, когда у нас прошло образование железного ядра, звезда лишается энергии, которая ее поддерживала все это время. А сама начинает сжиматься под действием собственной гравитации. Здесь температура растет. И вместо того, чтобы при этом ускорялись реакции, вверялась энергия и следующая рот, когда вот эта энергия загоралась, вместо этого вся эта тепло энергии идет на то, чтобы вот эти вот уже нагоревшие ядра железа, так сказать, альфа-частицы и прочее, расщепить. Значит, когда гелия падает, звезда начинает коллапсировать. При этом, значит, вот если смотреть на предыдущий гравитик, здесь показана, значит, светимость. Это светимость звезды консульфатонная, обычная светимость. Это степени 10.37. А это светимость нейтрильная. Вот, на первой стадии горения водорода более чем в 10 раз потери нейтрины меньше. А на последней стадии, вы видите, вот 10.38, 10.44. То есть нейтрильные потери энергии уже намного-много выше. Значит, звезда, которая находится, здесь она, значит, не выраженный объект, она вот эта красавида плавилась. То есть она теряет энергию, и при этом становится все более и более горячей. Значит, вот, помимо, там, уже всяких процессов, связанных с парами, этот нейтрильный процесс слоной, это лукопроцесс, который был предложен гаммам. Так же, бывшие, как спецотечные. То есть, фактически, это процесс, который заключается в том, что ядро ловит электрон, вращается, а АЗ-1 испускает нейтрино, и потом АЗ-1, или, будучи ардиоактивным, распадается, или ловит позитрон. То есть, фактически, весь процесс сводится к тому, что мы завершаем этот круг, в начале ядро АЗ, и в конце АЗ, мы испустили электрон-позитронную пару. Значит, гаммам назвал этот процесс в лукопроцессах. Существует несколько исторических версий, почему он это сделал. То есть, первое, это, что, как бы, коземного урта, в котором он был, так эффективно там люди запускают деньги, что это сравнимо с этим. То есть, мы просто теряем и теряем и теряем электрон-позитронные пары энергии. Значит, три дня. Так. Что ж? Димитрийник, да. Димитрийник, да. Димитрийник, да. Димитрийник, да. Димитрийник, да. Но второй вариант, поскольку заморозом он был задерстый, а потом он смотрит мимо аж и сказал, что он прекрасно знал, что такое гурка, гурки, и как они эффективно очищают карманы людей. И назвал это так. Причем, когда он подавал, то есть, это была одна из моих шуток, когда он подавал в журнал, он специально даже придумал расшифровку, на случай, если спросят. Ультра-рэпид-кулинг-эджет. То есть, сверхбыстрый, охлаждающий агент. Но, никто, говорит, не спросил, поэтому прошло. И, первое, в литературе урка процессов. Остался. А вот в Рио-де-Журнале есть гора волка. Гора? Наверное, этот... Может, это где-нибудь рядом находится, это казино, я не знаю. Если гора, ухо, то и казино. Значит, вот. Может быть, да. Но с горой точно не все. Значит, вот, мы смотрим. Что представляет из себя структура звезды перед коллапсом? Вот. Вот. Здесь логарифм не самых далият, может, разных ядер. Значит. Вот. Вот эта вот, фактически, линия проведена, да. Это, как бы, железное ядро. Вот оно имеет, там, один и, там, три, один и два, масса Солнца. Раз. Масса железного первого края. Значит. Дальше идут слои. Вот. Внешняя оболочка. Здесь идёт разрыв в масштабе. Внешняя оболочка. Всё. У нас масса координатов. Пятнадцать масс Солнца. Это, вот, практически, первоначально не трогнутые. То есть, водород, гелий. Дальше, слой гелий. Потом углерод, кислород, там, кремль. Всё. И вот. Это центральная часть, которая выгляла до железного пика. Которая, собственно, будет флопсировать. Так. Ну, это вот. То же самое. Видите, показана температура. То есть, вот эти области, заштрихованные по массе, они обозначают конвективные зоны. Это большая, широкая конвективная оболочка. Это красный гигант. Здесь, вот, тоже есть, ну, области конвекции. Здесь ещё всё происходит. Горение. Это, где, ну, клей. Это области, где, по-прежнему, происходит горение. Выделяется амерния. Значит. И вот эта вся часть, вот, ядро, да, вот оболочка. Помнишь, средняя часть. Так. И теперь. Здесь. Как происходит. Так. Значит. У нас, когда возникает дебаланс, гораздо меньше двух людей. Возникает ситуация, когда одна из сил, которые находились в равновесии для звезды в стационарном состоянии, она становится больше другой. Соответственно, вместо уравнения обновесия единицы на рот мы должны написать ДУ ПДТ равно минус ДТ минус ДУ ПДТ Т.е. Две силы. И коллапс происходит так. Это, может быть, некий такой факт, полученный из численных расчёток, что Вот это превышение одной из сил на другой, оно практически постоянно. Т.е. минус альфа gm на r квадрат Так. Альфа минус единицы. Т.е. постоянный дисбаланс между двумя этими силами Т.е. силой, которая направлена наружу, и силой gm Тогда Вот это уравнение Альфа Т.е. константа Мы ДУ ПДТ ДУ ПДТ ДУ ПДТ ДА ПДТ Т.е. У И получаем ДУ ПДТ ДУ ПДТ ДА 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 ПДТ Т.е. мы берём Сферическую массу М0 И смотрим, как его начиус меняется Т.е. м0 Константа Т.е. масса сжимается Т.е. Сразу У У Квадрат Это ДА Г М0 ДУ САНАЕТ ДУ САНАЕТ 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 И Андрей Здесь У КВАДРАТ У КВАДРАТ У КВАДРАТ Т.е. ДУ САНАЕТ 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 Т.е. константное это следствие того, что критическое состояние по размерности и что-то другое не придумываешь Ну да, фактически Но там может быть конструкторный фактор быть замещен Но это как бы Грубая оценка МХ А с КВАДРАТ Вот Сейчас я В САНАЕТ Я В Самый простой Шип Конечно Еще Орифтингирует ЗАГНАЛ дает И В В уже прям 0 А теперь стоит вот такая функция R на R0, корень R0 на R1, плюс на октангенс уровня R0 на R1. Так, начальный момент R полна R0, время 0. В конечный момент это 0, кортангенс и полна. А здесь, смотрите, стоит R0 куб, а здесь альфа GM0. То есть это ничто и ноль, а наше геодинамическое время, вот порядка величины, да? Дница, опоень, G, вот такая средняя плотность. То есть звезда коллапсирует на характерном масштабе геодинамического времени. Для вот этого первого карлика железного, который в центре находится, это порядка секунды. Причем, здесь стоит R0, здесь R0. Если у нас звезда была изначально в постоянной плотности, приближение по нему, то вся такая звезда, она коллапсирует в точку за одно и то же время. То есть она абсолютно так вот сожмется самоподобно. Значит, вот, то есть кто-то говорит за диванчик. Значит, это вот... Где-то? Ручки. Газать. Значит, пятая часть, это вот модельная задача. И, причем, скорость, здесь, для сопоставленной плотности. Если у нас масса профессиональной агарты, то скорость, скорость, пропоставленная радиус, то есть такой, как в Кваде-Холодовский закон сжатия. Вот он здесь показан. А здесь показан результат уже расчетов. И вот центральная часть. Вот она примерно, я уже была полна. Примерно коллапсирует согласно... Здесь коллапсирует. Здесь коллапсирует. Да. Примерно, здесь вот эта модель. Реально звезда. Как вот эта модельная решение. То есть, самое главное, что вот это вот... У нас в этой задаче о коллапсе есть наше гидродинамическое время, которое порядка секунды весит. Характерная скорость, которая составляет десятки тысяч километров в секунду. Значит, они даже есть общий телеотноситель с плечиметром. Да, начинаем. Мы долго не идем для вас. Да. Ну, они идут, есть как поправки. Пока, так сказать, это все очень горячее. Так видно, да, поправки в... Ну, так сказать, не словно. Но здесь пока можно грубо считать это... То есть, если я коллапс не наступил, а идет... Нет. Это для равнодушного сжатия. Нет, нет. Это коллапс именно... В радиусе свободного подъезда. Нет, нет, это коллапс. Да. Осталось сказать, то есть мы еще и доберем радиусы не добрались? Нет, 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 конечно. Да. Вот здесь нам разрушается после коллапсов. У него будет радиус сотни километров, она будет горячей. А начинали дефекты вот то, когда радиус нейтрон везде есть. Но они были только на левом карлике, джессерстве. Они, да. Здесь минус третье, они есть. Ну, на самом деле, конечно, эти расчеты ведутся по-хорошему. Молотон. То есть никто не считает. Ну, все, можно считать. Дорогая оценка. Значит. Вот идет... Да. Вот это показана часть, которая коллапсирует примерно согласно вот этому вазе к гемологическому жадию. Так. Значит. И вот. Значит. Плоскость. Это логарифм плотности. Это логарифм терзакуры, который измеряется в миллиарных кемеров. Вот это аурак неустойчив. То, куда заползает звезда. Значит. Вот здесь вот все вот эти процессы, которые кусало, развал железа, развала почтица, рождение пар, они все приводят к тому, что вот при высокой плотности и температуре возникает вот такой вот лог. Здесь это линии показателей адиабат и гаммы. А здесь вот гамма больше четырех звездей. А вот везде, где ограничено красно, все равно готовность меньше. И вот. Значит. Синяя. Синий трек, который заканчивается в точке АЕ. Это структура звезды в тот момент, когда она теряет устойчивость. Ну, по-самому, не все звезды, а только вот ее центральная часть. Значит. Трек реально идет вот туда вот. В общем. Звезда эволюционирует, 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 ползет, ползет, ползет. Увеличивая свою плотность и температуру. И потихоньку центральная часть ползает в область устойчивости. И дальше начинается коллапс. Эти вот точки, они здесь вот пронумерованы. Это положение, значит, линия, которая протерчивает центр звезды при коллапсе. То есть, значит, причем, здесь показано время до миллисекундных, миллисекундных, до момента остановки коллапса. Почему остановится коллапс? Я сейчас следую. А на что это звезды линице? Центральная часть. Нет. Центр прямо как точка. Как глиническая точка. Центральная часть звезды. Вот. Значит, вот она в точке 1 до момента остановки коллапса за счет 4,5 секунды. И вот она идет. То же самое ускоряющее по страшной силе ускоряется в точке 7, значит, при плотности действия 13, остается 2 миллисекунды до остановки коллапса. Значит, и теперь почему собственно коллапс вообще может остановиться, в принципе, для очень массивных звезд. Возможен вариант, когда звезда начинается коллапс и звезда прямо ухает в черную дыру. И ничто не останавливает, а он прямо в повышение плотности идет. И все остальное, значит, центральная часть сразу превращается в черную дыру. Но, значит, для звезд массы, скажем, там, 15-20 масс Солнца Солнца происходит. Происходит это в основном по двум причинам. В основном это одна причина. Первая причина заключается в том, что у вас во время коллапса происходит резкое разрешание вещества и происходит очень резкая нейтронизация вещества. То есть, как говорят, протоны давливаются в электронах, давливаются в протоны. Вот идет тетя часть пуха реакции, потому что не уравновешено обратно. Значит, если посмотреть, здесь показана степень нейтронизации вещества. Тетта – это число метронов и число протонов в веществе данных. Значит, вот, где центральная часть облачания – это было тетта, которая характерна для железа вещества, 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 вещества. И вот она увеличивается, увеличивается. И в последний момент она уже близко к четверти. То есть, на один протон приходит четыре нейтрона. Значит, это очень резкое увеличение числа нейтронов. Значит, соответственно, у вас… Ну, это должна быть в итоге нейтронная звезда получиться, да? Значит, нейтронный газ, он обладает, так сказать, все, гамма-5 айкей нежелемальностью. Тем самым, при больших крупностях, когда достаточно много рождается сантронных нейтронов, у вас показать, как диапаты увеличились в высшее значение, то есть четыре трети. Но самое главное, самый сильный эффект включается не в этом, а в том, что у вас при плотности 10 в 13 – это уже субъядерная плотность. Значит, у ядерной борцы плотность атомного ядра в этом же порядке 2,6 на 10 в 14. Значит, когда вы подходите к такой плотности, значит, у вас есть там какие-то ядра, да, нейтроны, протоны, значит, фактически, как это обычно общается, они начинают уже практически соприкасаться, чувствуют друг друга, потому что они обладают конечным размером, да, радиус какого-то, а, з, это примерно 1 фемтаметр, равна в степени 1 треть, массовое число, и происходит фазный переход, значит, от этого газа, ядер, свободных нейтронов и протонов, к однородному ядерному веществу, фактических ядерных величеств огромных, которые создают их только нейтронов и протонов. Эта ядерная жидкость обладает огромной неизжимаемостью, значит, потенциал взаимодействия ведется, я вот примерно, грубо говоря, вот таким образом, то есть, на очень маленьких расстояниях, на расстояниях, в менее порядка 1 метра, он приводит к огромному отталкиванию. Представьте, что вот эта вот огромная, огромная сердцевина звезды, да, белый карлик железный, начинает сжиматься, и все увеличивает скорость, там, десятки, тысячи километров в секунду, он несется, как бы, коллапсирует, то есть, сжимается под собственным весом. И вот, в какой-то момент, когда происходит плотность достигания ядерных значений, вдруг, как бы, резко возникает жесткость вещества, то есть, вещество резко противится этому сжатию. Коллапс останавливается, и, значит, генерируется подходящаяся ударная волна. Значит, и вот, сейчас я подожжу, как примерно это выглядит, значит. Первоначальная мысль была, и самая первая модель коллапса, быстрого коллапса, промт коллапса, что вот эта вот остановка резкая, и то, что называется по-английски «bound», по-русски «отскоп» ядра, то есть, ядро отскакивает, как бы, само от себя, вот этой возникшей области жесткости в центре. Она врождает ударный фронт, который и сносит оболочку. То есть, это была очень красивая идея, что вот в шаг вот от всей работы, и вот стали считать. Сейчас, а что это за модель, которая на какое взаимодействие возникает? То есть, любая модель. У вас, да, любая ядерность. Если вы берете, как бы, так сказать, хотите воспроизвести свойства ядер, вы будете... У вас... Потом взаимодействие, это, значит, Е, такая, кинетическая энергия электронов, Е, кинетическая стратонность. Значит, минус идёт швентр национальный, И, по-английски, Это ядерная сила. Нет, это ядерная физика. Это ядерная физика. Это ядерная физика. Не то, ты измеряешь спектр. Другой момент, рассечение растений. И все, и получаешь, что ты ядерная сила. Подведение на ней, подведение. Все на все. Уравнение приплотности порядка ядерной, 2,6 плюс минус, известно довольно хорошо. То, что мы будем дальше обсуждать, то, что происходит приплотности на каждом 10 раз больше ядерной, это полная практически терна инкогната. Один из немногих способов туда проникнуть, это изучать нейтронные звезды. А вот эта часть, взаимодействие, известно довольно хорошо. Более того, там уже не знаю. Известно всем, что с огромной точкой стоит. Кто-то сказал, что не может сомневаться? Да? Скорая. Ударит лоббин, пивы, зону полетят, еще чуть-чуть. Десятки тысяч километров в секунду. Десятки тысяч километров в секунду. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Это какая-то, потому что 10-я доля скорости звука. А, нет, нет, нет. Скорость, скорость звука. Скорость звука. Скорость звука. Это звук. Я очень плохо слышал, я не брал скорость. Скорость звука. В сравнении со скоростью, которую вы можете получить с гимнедической энергией. Ну, то есть, вопрос со скоростью звука, вы говорите, что-то. Ну, номер лист. А, ну так. Скорость звука. Ну да. Она сверхзвуковая. Все. Она коллапсируется. У вас в режиме практически свободного падения. Все это. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, я не пойму, что каждый элемент вещества, он имеет вполне конкретную температуру. Значит, он всякие вещи типа провода здесь не работает. Здесь со мной работает нейтрино. Здесь со мной переносит энергию. Поэтому, в принципе, хорошим приближением является приближение адиоматического коллапса. Когда вот каждый элемент, ну, как бы, грубым или нулевым приближением, каждый элемент сохраняет свою энергию. Вот он коллапсирует, страшно при этом нагреваясь. Опять же, там, на самом деле, там, огромные нейтрильные потери. Вот про что мы будем дальше говорить. Вот. А может быть, по стеренологам, как у нас, так сказать, выразленная вещь? Нет, ну, как? Ну, каждый, тем не менее, элемент, он коллапсирует, то есть, вполне просто. Сжимается страшной силой, да. Значит, вот. А можно немножко еще вопрос? Вы там такие красивые спектры показывали. Можете использовать доктор, сказать по этим спектрам, откуда он прилетел? То есть, расстояние до этого? Ну, а про это... Сирий Иванович, так сказать, вопрос. Он просто выставил. Но здесь вот эти аспекты... Ну, живенький спектр. Да. Значит, ну, только, значит, важно подчеркнуть вот что. Значит, ну, что вы видели там, значит, кривая блеска, да, на стеркновая. Значит, его характерный масштаб сотни дней. Да? А вот этот весь процесс, он происходит, значит, коллапсирует за секунду, и потом дальше, там, значит, это характерный масштаб секунды. Поэтому, на самом деле, эта задача разделяется на две задачи. Есть задача центральная, это проблема механизма взрыва, как взрывается. Это, значит, на дне работа, разные механизмы. А есть задача внешняя. Фактически все, кто занимается внешней задачей, это коллапсирует только центральная часть, 1-2 массы Солнца. А вся остальная оболочка, у нее гидринамическое время намного больше, часы. Она висит, ничего мы это не знаем. И вдруг, значит, там что-то в центре сколлапсировало, что-то пошло. А малышка все равно, она практически в гидростатике находится. И вдруг из этой глубины приходит ударная волна, которая разносит их все, продолжается уже сотни дней. Поэтому для внешней задачи вообще детали, их они не важны. Просто закладывается энергия, которая известная, и наблюдение берется из расчетов 10-50, первые. И все разносится дальше, это различный спектр, они вызваны тем, как была устроена звезда, присверкнувая звезда, сбрасывая до этого какой-нибудь оболочки и ничего не делали. Все это все окружено. И то, что есть, я про что говорю, это вопрос секунды. А спектры вот эти все получаются уже на этих днях. А про спектры, я и в среду немножко поговорим, и в четверг, у человека... Это вот уже, это отдельная задача, про это мою говорю, что есть... Можно заниматься, так сказать, внешней задачей, и при этом, как бы, не особо не беспокоится со стороны. Да, и можно, так сказать, заниматься механизмом, при этом, выбирая разные оболочки, разные, там, окружения оболочек, вы можете получать разные спектры. Потому что, если у вас звезда, например, не сбрасывала до взрыва оболочки, не пульсировала, это получится одна, так сказать, светимость, одни, сколько... Если она до взрыва каким-то образом сбрасывала оболочки, это то, что Сергей Иванович будет рассказывать, у вас получится совершенно другая картина. Все, но это, опять, это отдельно. Мы задали запотухов и спектров, мы извлекаем массу, там, скожести, энергоизрыва, от задачи теории потом все это связать. Да, но тем не менее, пока они существуют, да, пока что, на разных временных масштабах. То есть, если мы решили в задачу, как происходит за эти секунды, происходит это энерговое длиние, обзрыв, я не вижу сюда, для вода, то, соответственно, мы эту, как бы, информацию передаем, а внешнюю задачу, и они, с помощью этой информации, изучают свои секунды. Значит, вот, теперь, значит, график. Как будет коллапсировать ДИЗА? Значит, это вот, значит, здесь еще функция как безразмерной центральной массы, значит, коллапсировала, показывала область, значит, масса меняется от нуля до единиц, значит, масса ряда меняется от нуля до двух масс-шелсов. Значит, это вот температура, это Т9, значит, температура, зеленая, наверное, 10 в 9, то есть температура, температура, температура миллиардных кемеров. Это, значит, 1-7, это, значит, 1-15, значит, плотность, температура, наверное, 10 минус 7 грамм на 7 метров. Нет, ну, плотность должно множество на 10 минус 7, чтобы получить 1-7. Поэтому, значит, это скорость, значит, просто единица скорости 7 тысяч килограмм в секунду, то есть вытечивная, это вот эта степень нейтронизации, то есть число нейтронов к числу прогнозов, и это вот гидравонервная концентрация, то есть, что-то мы использовали, вот эти и-реки, да, вот концентрация какого-нибудь элемента, это ровно-м-у-э, то есть плот грионов, и вот это вот гидравонервная концентрация данного полимерта по тому числу грионов в веществе. То есть вот это начало коллапса, да, вот здесь вы видите железное ядро, вот тут хром, ники, железо, всяческое, и вот уже в центре появился свободный гензий, значит, вот железо уже начал разваливаться свободные нейтроны, протоны нейтронизации. Вот так я сяду, значит, вот мы идем по времени, сейчас все будет занимать секунды, то есть вот появляются нейтроны, да, вот растет степень нейтронизации, значит, плотность вот 10 десятых сейчас, вот у вас есть уже огромная гелевая область, вот свободные нейтроны и протоны, потом все идет всякие... Аль-частицы. Ну, да, аль-частицы. И вот мы приближаемся к плотности порядка ядер, на 7,7,9,14. Вот эти вот точечки, сейчас я осматриваю, вот это черное, да, это нейтроны и протоны, но которые уже находятся в режиме сильной связи, значит, пошел фазовый переход к ядерному веществу, то есть ядер фактически вот здесь нейтроны, протоны и всякие ядра, которые находятся в состоянии газа, условно говоря, а вот это уже ядерная жирчесть, то есть она уже сильно не отжимаемая. Вот здесь, видите, на скорости сразу появился излом, вот у вас происходит отскок, значит, скорость, она вначале была все равно право-навниз, а теперь возникает ударный фронт. Вот, оп, что-то я нашел на этот вопрос. Да, думаю еще. Значит, вот, значит, скорость вот здесь за ударным фронтом уже ноль, а вот здесь происходит вещество, сюда вот коллапсидеры внесется со скоростью, так сказать, с кафтологией, и вот возникает расходящийся ударный фронт, вот здесь возникает угрожительная скорость, и вот этот ударный фронт, проходя через вещество, начинает перемалывать всю вот эту пашу калицев, магниев, железа и прочего в нейтроны, протоны и альфа-частиц. Но, вот видите, что происходит? Вот этот фронт, который сначала был в скорости положительной, он раз и превращается вот в такой вот, называется, апреляционный ударный фронт. То есть возникает вот такая ситуация. Вместо того, чтобы получить расходящуюся расходящуюся ударную волну, эта ударная волна превращается в апреляционную. То есть вещество сквозь нее течет, она проходит по массе, вещество сквозь нее течет, но по радиусу она практически не распространяется, она останавливается. Значит, почему это происходит? Потому что у вас вот этот ударный фронт, он перемалывает все вот эти вот ядра, срезанного пика и еще остальное, что-то осталось, в нейтроны, протоны и альфа-частицы. И тратит при этом порядка 10-52 эрк на массу Солнца. Значит, ну, собственно, вообще при коллапсе выделяется там 10-53 энергии, порядок величины, которая в основном носится нейтрин. И это и есть проблема в расчетах. Оказалось, что вот эта ударная волна, вместо того, чтобы разносить эту оболочку, она останавливается, сквозь нее течет вещество. И, конечно, если пробить такой расчет до конца, то просто у вас все сколлапсирует в черную дыру. То есть нет взрыва. И это вот одна из там больших проблем с физики в коллапсирующих церковь наук, которая до сих пор не решена. И там уже в течение 30-ти лет люди пытаются разным способом оживить эту ударную волну. То есть вот этим вот механизмом более-менее с тем, что происходит коллапс, отток и дальше что-то согласны практически все, но детали мы не знаем этого. И вот дальнейшее мое вступление, так сказать, будет посвящено вот этому вот этому. Значит, вот практически есть раз, суммировано то, что происходит. Значит, приходит сжатие в режиме свободного падения, вещество падает, при этом основную долю энергии, у нас энергия, которая выделяется в этом шаре, это гравиационная энергия движательства. Гравиационная энергия образования вот этого протонетронной звезды, G, ян, квадратный альяр. Здесь масса солнца, радиус на десятки километров. Это порядка 10-10-10-3-ти лета. Практически вся эта энергия вносится в нейтрино. Центральная часть этого ядра выпрозрачена в нейтрино. Значит, в этом нейтрино в нейтрино передвигаются диффузии. Но потом, когда достигают определенного радиуса, который называется нейтриносфера, по аналогии с фотосферой в обычных звезд нейтрино, и, значит, основная идея первого, так сказать, механизма, который сейчас был предложен, это то, что мы должны каким-то образом вот в этом области становившись ударом на фронт передать энергию. Значит, энергия взрыва, которую наблюдаете, это очень постоянная личная. Это 10-51-я. 51-я. Итрино вносит 10-53-й. Нам достаточно передать порядка 1% этой энергии в области основившись у главного фронта, чтобы привести к разлету оболочки с наблюданием энергии. И поначалу казалось, что это очень просто сделать. То есть, ну, 1% чего там говорится, и люди стали считать. Но каждый раз, когда кто-то заявлял, что у меня получилось, обновили какие-нибудь течение взаимодействия из-за энергии на существовало. Новый эпоху взяли в общую относительность. Мы считаем, каждый раз находилась группа соперников выгибающих. Ученых, которые пересчитывали и говорили, что ничего не получается. И потихоньку пришли к выводу, что такой простой механизм, как это, оживить ударную волну, сам по себе не работает. Значит, теперь немножко я расскажу про то, как все здесь вот это классическая кривая, которая была получена Дмитрием Владимировичем Надежным, моим учителем, в каком-то 78-м году, в каком-то на урочении. Это нейтральный пик. Вот он длится, характерная его длительность, какие-то доли, секунды, десятки миллисекунд. Значит, это идет первый пик от нейтранизации вещества от этого процесса и идет у нас в основном электронная нейтрина. А дальше идет тепловая стадия, на которой хвост, на которой излучается уже нейтрина всех сортов примерно в одинаковом количестве. Ионный и тал нейтрина. Значит, это не тепловая, это тепловая часть. И пара. Да, все, все, да, и нейтрина, значит, первый пик от нейтранизации вещества и, соответственно, у нас идет именно электронная нейтрина, остальные все примерно в форму. Вот здесь это все и написано, то есть у нас есть электронная часть, электронная нейтрина, которая носит 10,52 и остальные все тоже выносят. То есть сумма получается 10,53 вот. Это мерки, которая соответствует примерно 10% от МЦ квадрат железного ядра. 10% от энергии связи, это ужасно, звезда горит за счет 0,007 мЦ квадрат у дорог и шевер 6 9. А здесь 10%. Значит, вот эта нейтрина, оно в обычном классическом подходе практически все бездарно теряется. Ну, вот здесь показаны спектры. Это спектры электронных нейтринов на стадии нейтронизации. Это мионный этал. То есть спектры электронных нейтринов порядка 15 мФ здесь. Это все впервые было получено массой от нашей стране группой решений ценобеж. кратко это все суммировано. То есть энергия, которая уносит это энергия связи 10.53 Энергия взрыва наблюдаемая. Это просто ферментальный фактор. 10.51 Эрк это вид, что настолько стабильно для сверхновых религиозных существует специальное название. Это называется E1 Бетта по имени Ганса Бетта или 1 Фой 51 Эрк Фой 10.53 Ну а потом есть два наступления. Это удивительно стабильная величина. Нам достаточно процент 1 передател в область ударного фронта чтобы снести оболочки до сих пор спустя уже 20-30 лет после начала проблемы до сих пор мы не знаем точно как это происходит. Теперь я буду рассказывать про то какие существуют попытки это система уравнения нейтринок теплопровожности это то что решается как я сказал нейтринок диффундирует вещество то есть на ней мы пишем такое уравнение диффузии как для фотонов только для фотонов мы ограничиваем членом градиентом температуры а есть член градиентом химпотенциалов нейтринок и вот различные реакции которые уступают нейтринок процесс рассеяния на ядрах рассеяния на электронах различные роды процессы анегиленции электронно-позитронных пар все огромная физика здесь нужна вера гидринамика причем вычиняется многомерно нужна уравнение состояния все эти язра потом переход к ядерному веществу самое трудное для вычислений это вычисление диффузии нейтринок внутренней части и пролета нейтринок во внешнем тремодействии с веществом это огромные задачи которые занимаются большие коллективы с разной степенью неуспеха это спектр нейтрина это опять же вернемся к лобровке схематическая кривая нейтрино-брезка вот нейтринний пик который вносят 10-63 верт а вот это уже фотонная сентимость на днях происходит задача разделяется на задачу внутреннюю собственно в вопросе откуда берется вот эта энергия в центре влияющаяся и потом задача внешняя энергия вот этой огромной протяженной оболочки красного энергия распространяется высвечивается переходят в разных линиях и так далее почему у вас есть оболокочек и бусины у меня не кажется почему не может быть что у вас удобная луна чуть-чуть где-то в полуфе у меня а у вас же прямой голой как в большинстве появились дело в том что у вас когда приходит ухажная волна у вас начинается разлет наоборот плотность этого вещества падает и температура падает у вас хронопокод дэйфрэк она вызывает как бы все что начинает разлетаться скорости разлета мы же видим по линии характерный профиль у вас же эти компания начинают быть быстрее за счет его нарушения чем может быть может быть ну а конечно можно коротко длить что все причины нет вы правы что такое может быть но если посчитать то это у меня происходит не детонация происходит просто разлет у вас это вещество просто разлетается и взрыва не происходит сгорание всего туда падающее происходит но обратная ударная волна от этого не отжимается слои которые висят они висят как бы не сгоревший кислород на большом-большом радиусе ударная волна останавливается на радиусе 50-100 км то есть это просто нейтронная история если вы пытаетесь дождаться без особых усилий что как бы у нас ударная волна затягивает эти области у вас просто сейчас сквапсирует черную дыру к этому моменту когда вот эти вот богатые там например водородом области сюда дойдут у вас просто черная дыра и никакого взрыва вот теперь эмпирическая теорема свечки симметричные модели не взрываются это значит сколько люди не пытались но свечки и шла на простое что раньше могли считать на компьютерах нет взрывов и это огромная проблема потому что то что они взрываются мы просто видим то что они взрываются мы просто видим мы состоим из этих элементов которые были выброшены в результате таких взрывов но асферическая симметрия это же некая идеализация все таки да значит сейчас переходим следовательно нужно переходить к двум и трехмерным моделям чтобы превратить эту апелляционную волну на что-то другое значит здесь ситуация сейчас такая что существует несколько конкурирующих моделей взрывов сверхновых я сразу в степени увлеченности про рак у них расскажу значит первая модель она называется нейтринно-конвективная модель то есть это как бы развитие вот этой одноверной теории развитие ее на случай трех измерений так сказать то есть у нас есть следующая ситуация есть это показанное вещество вот у нас ударная волна здесь падает аналочка и мы должны каким-то образом попытаться доставить энергию в эту оболочку здесь вот нейтрино-сфера как бы обобщение фотосферы вот здесь нейтрино передвигаются диффузией просачиваются сквозь это вещество здесь где-то происходит их отщупление от вещества и основная идея практически все это работают западные группы это огромная группа людей в это дело все это многомерное интеркомпьютер и так далее основная идея в том что здесь за фронтом ударной волны возникает подогреваемая нитрина возникает крупномаршатная конвенитивная неустойчивость у вас фактически у вас у вас фактически у вас возникают гигантские потоки вещества которые переносят часть этой энергии нейтрино в область ударного фронта и тем самым этот ударный фронт сносит то есть вызывает его расширение дальнейшее у вас схема примерно такая произошел коллапс ударная волна от этого вещества проходила остановилась но нейтрино у вас светит из центра значит вот эти нейтрино в этой области вызывают конвективное обруление схема коллапс происходит остановка ударного фронта и то о чем они мечтают оживление ударного фронта различные абсолютно трехмерные задачи связанные с огромными усилительными потребностями ресурсами и вот возникает разного рода устойчивости то есть звезда в 1D не взрывается но когда вы ее переносите в трехмерии то возникает вот хорошая картинка я думаю это одна из видов есть а вот возникает вот такая структура и в ней всплывают вот такие типы пузырей подогреваемых с лечением нейтринного эссцента в некоторых расчетах некоторых групп эти пузыри оживляют ударный фронт и сносят эту оболочку в других расчетах конкурирующих групп энергии которые при этом недостаточно это идет уже много лет большая полемика о том каждый такой расчет объединяет огромную группу людей которые занимаются совершенно разными областями кто-то занимается гидринамической трехмерной моделировкой кто-то разрабатывает уравнение состояния с разными эффектами с черными кто-то занимается взимодействием нитрин с веществом процессом сечения кто-то занимается переносом нитрина в трех пространственных измерениях в каждой точке вы должны как-то интегрировать по углам при этом в зависимости у вас есть аналитическое распределение вы решаете для аналитических уровней гидрин это гигантская вычислительная задача у кого-то группы которые спускают в суперкомпьютерную задачу она считается месяцами и они потом накладывают шок массового чип а другие считают тех что примерно условия говорят что не получилось поэтому мы до сих пор не знаем но это такой по крайней мере с нашей точки зрения или с моей точки зрения решит задачу грубой силы давайте учтем как можно больше процессов давайте посчитаем с еще большей вегетаризацией давайте все больше и больше вагонной физики разных процессов и может быть мы когда-нибудь дотянемся то что дает что там уникальная большая донорогность и у вас конвекция существенно неодномерный процесс вы не можете нормально жить в 1D то когда вы учитываете ее в 3D у вас возникает скрывающие кутрики которые в конвекции эффективно начинают переносить энергию другарного фронта можно сказать если я так правильно понял вопрос что просто так из-за диффузии если это одномерный процесс как надежно нейтрин выходит слишком мягче и более горячий нейтрин более жесткий вывести выше и более жесткие нейтрины с большим сечением уже взаимодействуют а сечение нейтрина существует примерно как Е2 поэтому задача вывести более жесткий нейтрин находится в грани вычислительного неопатника он пока отверстия из центра наружу охлаждается за счет того что как целый нейтрин витрина сохраняет температуру вещества двигается он идет в температуру вещества когда он выносится вы можете получить а можете вы получите поэтому самое главное что когда вы взглянули всю микрофизику гигантскую машину 2 месяца полдыхали читали и потом на выходе получили конденсат там же тоже все на пределе параметров в тяжелом ядре есть алимент зависит на мотоцикле неизвестно сейчас ситуация такая что практически во всем мире считается что задача более менее близка к решению хотя разные группы хотят первыми наиболее достойно это сделано но как бы так внутренне кажется что сверкновы взрываются настолько просто элементарно что казалось бы не должны они требовать такого жуткого баланса должен быть какой-то механизм гарантированно взорвать сверкновы потому что некоторые взрываются а почти не все нет просто гарантирован и значит соответственно возникло как вообще что мы выпускаем что-то просто перейти грубой силы перейти к трехмерию на конвекции значит другой механизм предлагает Геннадий Семенович здесь он работает в Москве значит идея его была следующая у нас есть еще что-то мы учли по его механизм учли магнитное поле когда вот эта звезда значит все звезды имеют какое-то магнитное поле затравочное звезды которые получаются из этих взрывов они имеют очень скитные магнитные поля 10 в 11 гаусс это экспериментальный фаз соответственно у вас магнитное поле усиливается при коллапсе поток примерно сохраняется b r квадрат примерно констант b по педнице на r квадрат энергия магнитного поля b квадрат на характерный размер r это порядка единицы на r и гравитационная энергия g m квадрат то есть они меняются с радиусом одинаково магнитное поле магнитное гравитационного сила а так оно есть для всех звезд то оно не может непосредственно вызвать срыв оболочки да оно очень сильно возрастает но что оно может когда у вас есть магнитное есть вращение протоидра то есть вращение усиливается при то есть оно не успевает привести затухание может оно не успевает привести затухание но какое разница на нашем солнце вполне существует поле поле слабенькое то это не 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 Но, я еще раз говорю, оно само не может. Оно действует по этой модели, как приводной ремень. Значит, у вас происходит огромное усиление вращения. Магнитные силовые линии зацеплены за оболочку. И что оно делает? Магнитные силовые линии, закручиваясь и усиливаясь, они, связанные с оболочкой, они передают угловой момент этой оболочкой. То есть, вот это магнитное поле, оно непосредственно само вызывает взрыв, так сказать. Оно просто часть этого усиливающегося вращения передает оболочку. И таким образом сносит, разносит эту оболочку, оставляя быстро вращающееся, сильно замагниченное ведро, которое... Как это самоуверение другого странного нарисования, я бы сказал? Ну, это они в одномерной задачи. Да, это квази-одномерная задача, еще... Сейчас есть его дух, по-моему, нервный, да? Дух, наверное, дальше перешел. Даже есть там ось и... Значит, вот такие токи. И эти токи должны сформироваться вот там. Да. Есть в этой, помимо всего прочего, так сказать, вот этих, есть проблема с тем, что начальное поле, которое усиливающееся поле, оно должно обладать при дипольном, а при дупольном моменте. Значит, если у вас и дипольное магнитное поле, да, вот как вы говорили про, там, усиливается. Вот, у вас есть... Ну, да. Это некое предположение. Магнитное поле закладывается в камеру. Ну, это дипольный. Ну, при вазолении... Свет отключить, снова ставь на дивизию. Вот, при вазолении у вас, скорее, получается джет выбросить. Нет. Ну, Марк Андрей, по-моему, вы пропускаете стадию. У нас, видите, дифференциальное вращение, вот это чисто дипольное поле, за то, что внешние слои медленно вращаются, внутрь и быстро, она превращается в тероидальное. Вот это полоидальное называется, а то старость тероидальное. Вот это тероидальное, которое вот тут рисовало... То есть, вот это... В общем, это компоненты, да. Да. Вот эти линии, они... Ваши центры вращаются быстрее всего. Ну, оболочка практически вращается, да. Вот это плоская карцина, да? То есть, происходит передача углового момента. То есть, углового момента вращения. Передача оболочка. То есть, все линии и на спине находятся, а они как бы... Нет. Там, где... Ну, да. Ну, да. Представьте, это токопроводящее лицо, и как, да или нет, он как бы пытается хранить эти магниты... Зачем его? А? Зачем его? А? Потому что, если вы посчитаете... Ну, тут он, как бы, возникает автоматический взрыв. То есть, если у вас просто чистый гиполь, бы вас коллапсировал, то у вас вещество не может двигаться в этом направлении, например, взрыве. Он может, знаете, выброситься сюда. В таком взрыве, получается, у вас... Иногда сжимается, а то, как вы берете помидор, да, сжимаете, но запрещаете ему опыт за то, как он берет в друг трубочку. Он уже две трубочки и выбросит два жилья. Поэтому вам нужно что-то более сложное для фигурации на месте. А, опять, это вот модель. Все это находится в рамках разного моделя. Это интересная модель, интересная идея. Недостающий ингредиент нашего понимания находится в мобильном корне. Но, опять же, мы не уверены, пока нет достаточно доказательств, из-за того, что этот механизм действительно работает. Но есть свои проблемы. Вот эта группа, в которой сейчас существует, в инсультуре этих исследований, она активно этот механизм с помощью учреченных методов следует... ...серпцент с гитрином. Ой, космонт с гитрином. Но эти проблемы на парадных сложнее. Да. Консерпцент с гитрином процессом тоже надо аккуратно учесть. Вот это они пока не могут. Помимо этого... То есть, это как бы еще усложнение. Вы с трудом справляетесь с обычной загрузкой. Там гитрином и прочее. А тут дифференциальное вращение. Все это тоже, соответственно, не 1D, а хотя бы должно быть 2D. Пусть хотя бы аксиальной симметрии. И при этом еще магнитное поле. Значит, надо в каждой точке знать и смотреть, как меняется и эволюционирует это в магнитном поле. То есть, это тоже огромная, сложности и усилительная задача. И она пока до сих пор не решена. То есть, соответственно, если садиваться, как там сказать, если бы все остальные геларок и выброски оставили только нет, то мы обеспечиваем этот разрыв. Если бы остальные эффекты каких, мы не можем выбросить как на нейтрино, потому что оно вносит всю энергию. Там чем-то движение расставили. А у них есть, есть. Да, у них есть. Прямо противополимое количество, если вы же всегда стараетесь составить главный эффект стоим артистами. У них есть и хорошие взрывы, но они говорят, а вот у вас не треночтена, но грубо, а вот давайте по 4D опять так же сложим, и круг у вас и тренос есть. Если ЧСБ это, то отлично зарабатывается. Но вот, к сожалению, много неизвестно именно так же. То есть пока нет уверенности, что вот этот механизм работает, правда. То есть японские группы, которые повторяются? Да, да, да. Идея была как тоже объясноватым органом, но когда сейчас идут ссылки, как правило, им упоминается в лучшем случае вторым-третьим. Как-то в первой и второй статье упоминают, а в третьем-четвертом? Да, да. Упоминает первую и вторую группу, а дальше... Есть ли какая-то американская группа? Да, это тоже большая, как бы, вот этот магнитно-розационный механизм, вот эти, ну, связывающие магнитные эффекты вращения. Но он активно зарабатывается, но тоже нет полной уверенности, что он работает. Мы не знаем. Значит, теперь... перейдем к сверхновой 87А. Значит, в 87-ом году сцеплен сцеплен по сверхновой 88А. Сцеплен по сверхновой 88А. Такая интересная структура. Чтобы понять, как это сейчас выглядит, сейчас мы посмотрим зум. Это значит европейская, южная... Это область, где у вас как к нам. Нам покажут, что в 3D где-то плоская сбрасывает, чтобы видеть, где сколько сейчас, 13 рокусов. А вот... Это не художники на листах? Нет. Это гайцы. И все более и более далекие области неба. Вот, видите, вот эта картиночка, да? То, что мы видим, так скажем, это у меня Хабблский телескоп видит. Не правильно, нет? Это значит, просто две звезды, которые проецируют такая аминсиазность всех новых. То есть, это вот такая вот структура. Вот такая вот структура, типа, и часов. То есть, она не образовалась при взрыве, потому что взрыв подсветила. В характерном остатке световой год где-то. Такая аминсиазность была до взрыва. Да. То есть, это звезда каким-то образом выбросила. Сверхновая 87А, она была то, что называется пикулярной, то есть, необычной. Значит, где-то она была. Вот она. Да? То есть, вот она 87А внизу, видите, она выбивается из общего, то есть, из общего картины. Значит, здесь нет уверенности пока. Есть одна модель, которая объясняет вот эту вот структуру, типа, писательных часов, тем, что прародителем, на самом деле прародителем этой сверхновой была звезда голубой и гигантной. То есть, на патриорий валюс могло взрываться красное, а он был голубой. Значит, соответственно, есть одна из моделей, которая предполагает, что перед взрывом, собственно, звезда прародителя была двойной системой, и которая, знаете, войдется и превратилась в одиночную звезду. При этом образовались вот эти вот выбросы конусообразные. Потом сверхновая, которая вспыхнула, поэтому она была такой необычной, если пикулярной, она посвятила уже вот эту конусообразную структуру. Значит, и вот с этой сверхновой связана, значит, эта сверхновая вспыхнувшая в Большом Медиланном облаке в 87-м году. Это первая сверхновая, от которой мы получили сигналы на нейтринных телескопах. Значит, нейтринные телескопы — это огромные там объекты, практически байфельские сциллядры, погруженные глубоко-глубоко в скалы, чтобы избежать полных космических лучей. И вот они зарегистрировали некие сигналы. Вот что очень интересное. Это, значит, картинка взята в статье Хриарской обверненной, которая, собственно, вот один из этих протекторов, который находится в горах Грандстаса, РСД, она его, собственно, и проектировала. Значит, и вот здесь у нас показан этот день — февраль, да, часы. Оптические наблюдения. 12-я звездная величина — это очень слабенькая. 6-я звездная величина — это, так сказать, в оптике. 6-я звездная величина — это на грани того, что можно увидеть глазом вообще простым. И здесь показаны сигналы, которые были на разных нитриндетекторах и даже на одной гравитационной антенне. Значит, вот в 2.52 был какой-то сигнал на географ гравитационной антенне. Значит, было 5 событий вот в этом ЛСД. Вот я тут соображал. Было 2 события Камиоганды. АНВ ничего не увидел. И БУСТ увидел одно событие. И это, значит, вот, ну, я потом скажу. Потом прошло — это, значит, нейтрильные события. Потом прошло 4,5 часа, и только в 7 часов, значит, все нейтрильные детекторы еще что-то зарегистрировали. 12 событий, 2 событий, 8-6. Значит, опять же, ситуация такая. Нитрильный сигнал, который мы видим в обычном механизме, он длится секунды. Секунда. Шкала длится секунду, разлет, остановка, угарная, все — секунда. А здесь — 4,5 часа. Значит, выход из этой ситуации всеми, кроме создателей, ЛСД был найден простой. Этого сигнала не было, в первую очередь. Это статистический шум. Значит, они говорят, что... Ну, когда создатели ЛСД говорят, что вот мы видели события, они говорят, что это могло быть, у вас слишком маленькая масса. Там, в несколько раз меньше, чем объем, соответственно, там, INB какого-нибудь. То есть, в этом был статистический шум. А вот он — основной сигнал. Значит, который прекрасно подтверждает всю, значит, теорию стандартного коллапса и так далее. Значит, ну... Есть два отношения, как можно отличительно не верить в первый сигнал. Есть только второй сигнал — тогда у нас стандартный коллапс. Дальше, значит, как-то мы должны решать, как он взорвал стандартного коллапса. Второй сигнал — это то, что мы верим в первый сигнал. Тогда нужно понять, почему его не зарегистрируют все остальные. Значит... Тогда мы смотрим, значит... Основная мода регистрации во всех сигнализационных таких детекторах — это вот эта реакция. То есть, электронная антинетрина плюс протон. Которая там содержится в водородике. Нетрон плюс позитрон. Значит, позитрон ловится сразу, распускает гамма-кланд. Значит, нитрон блуждает какое-то время, отзамегляется, образует диетерий. Характерные два и два нева гамма-кланд. Значит, эта реакция... Значит, все нейтринные детекторы как раз на эту реакцию настроены. Но... Значит, мы знаем, что первый сигнал идёт электронный нейтрин. Первый — яскипик, а потом идёт тепловая стадия, на которой изучает всё остальное. Значит, вот... То, что предлагает создатель этого ГЛСР — то, что они, вот в этот момент, зарегистрировали сигнал от именно электронных нейтрино. Вот нейтронизация вещества. Следует эту реакцию. Почему? Значит, вот... Устройство этого детектора. Вот эти сенсуляционные баки. Отружены огромным количеством железа. То есть, в виде всяких стоек, там... Балок и прочего. И вот эта вот... Электронная нейтрина, взаимодействуя с железом, давала вот эту вот реакцию, по которой они видели, собственно, вот этот сигнал. В остальных нет такого количества железа. Просто огромные баки заполнены там с изолятором или водой. То есть, у них нет железа. Вот здесь... Какая особенность была этого ЛСД? Значит... Что здесь огромное количество железа. Они могли... Почему остальные не видят? Потому что они не видят электронные нейтрины. А эти могут видеть через вот эту вот реакцию. Соответственно, тогда... Объясняли, почему все остальные не видят электронные нейтрины. И возникает та вопрос. Вот эти вот четыре с половиной часа, никакой модель юдерской стандартного глупса не объяснили. Не растянули это время. Секунды, которые происходит, коллапс и потом разлет, эту секунду на четыре с половиной часа в обычном механизме не растянуть. И тогда, значит... Когда возникла эта загадка... В нашем институте, в нашей группе Мушейника и Надежина предложено следующее возможное решение этой загадки. Это то, что называется механизм мушейника. Механизм взрыва сверху который называется архитационный механизм. Значит, здесь основное... То, что мы не учли в сферически-синетричной модели, это вращение. Что звезды... В пред своих ног может быть очень сильное вращение. При этом, значит... Как правило, звезды теряют свой угловый вращение на стадии градусного гиганта. Он сильно расширяется, значит... Обычно он еще замагничен, второе магнитное силовое влияние, позволяет передать значительную долю энергии вращению в оболочку, и звезда перед коллапсом вращается слабо. Но если это была такая необычная сверхновая, которая, возможно, возникла из-за слияния двух звезд, которые вращаются по облике, которые слились в один, поэтому облановый микрос, в другой гиган, то она могла иметь очень быстрое вращение. Значит, при коллапсе это вращение вращение очень сильно усилуется. То, что мы на первой лекции рассматривали, значит, если у нас есть гигантическая энергия вращения и гигантационная энергия вращения, то отношение ТАО где гигантическая и гигантационная в процессе коллапса растет. Отдельниц на это. То есть вращение усиливается быстрее, чем растет гигантационная энергия. Значит, известно, есть в теории вращающейся живтости и всего остального еще раз со времен Павл-Карай, что есть некое характерное значение примерно 0,27, которое мы уже использовали, когда объясняли, почему звезды в основном рождаются двойными или тройными и так далее кратными системами, при которой ваша конфигурация, которая первоначально у нас аксиально-симметрична, она становится неустойчива по отношению фрагментации в процессе коллапса. Возникает фрагментация этого облака. То есть выгодно передать часть этой энергии вращения в орбитальное движение компонентов в системе. То есть первый шаг, который механизм, то, что у вас при коллапсе изначально быстро вращение движения приводит к фрагментации. И в центре вот этой вот оболочки здесь у вас висит какие-нибудь, как 20 масс Солнца. Но поскольку время гидродинамическое для них много больше, поскольку времени коллапса одной секунды, то они эти 20 масс Солнца ничего про это не знают, что внутри происходит. Они здесь спокойно и сядут. А в центре после фрагментации образуется вращающаяся система нейтронных звёзд. Много нейтронных звёзд. Это система. Это система. Это система как-то эволюционирует. Теперь, если мы перейдём в систему центра массы, так что мы сейчас будем такой, как я сказал, две массы. Два, ну, одна, вторая. Будем подхватить, как подхватить. А там ещё как-то типично бывает, что они одинаковые, так сказать, маленькие, маленькие, крутятся посредине, так что как она фрагментируется? Это вопрос такой. Мы предполагаем, что это центр системы здесь, то есть это масса, площадь. Мы находимся в вращающей системе каранда. У нас есть два эволюционных потенциала, вот этот центр системы, вот этот потенциал. Вверх. Вот. Это линии постоянного вот такого потенциала. Значит, вот точка лагранда L1. Вот здесь находится. Точка лагранда L2. И точка лагранда значит, точка, в которую вы помещаете сюда частичку, она никуда просто не делится. Значит, L4, L5. вот эта вот полость, которая называется полость Роша, в ней гравитация вот этого компонента важнее всех остальных. В этой гравитации этого компонента важнее всех остальных. Значит, вот у вас такой потенциал. две нейтронные звезды вращаются друг вокруг друга и теряют энергию на измечении гравитационных лопат. Вот так сказать, теории Теряют энергию и сближаются. Они становятся все ближе, 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 ближе друг к другу. Значит, и в некоторый момент один из компонентов заполняет свою полость Роша. То есть, вот эта вот полость, звезда, она находится, ее поверхность совпадает с вот этими полостями Роши. И вот она заполняет свою полость Роши, причем заполняет ее менее массивные компоненты. Потому что если мы рисуем масса радиодиаграммы для нейтронных звезд, она тоже выглядит вот так. Так. Такая гравитация. Есть где-то максимальная масса. То есть, менее массивный, он больше к размеру. И он первым заполняет свою полость Роша и начинает через рочку Лагранжа А1 перетекать на своего компонента. На более тяжелый. То есть, как в жизни более сильный и тяжелый, поглощается в более маленького и слабого. его масса начинает унижаться. То есть, эта система динамическая. То есть, она сберегает за счет гравитационного излучения, и в некотором момент начинается перетекание более растутого и менее массивного, более компактного и более массивного компонента. Значит, это продолжается до тех пор, пока тот менее массивный не достигает минимальной массы нейтронных звезд. Значит, нейтронные звезды имеют не только максимальную массу, о чем поговорим, наверное, максимальную, имеют и минимальную массу. Значит, опять же, один в том возмущался, что такое, значит, не может быть никакой максимальной массы белого карлика или глупости. Соответственно, наш вопрос, что за минимальная масса, что происходит с нейтронной звездой, которая достигает этой минимальной массы. Мы берем, как-то выкачиваем резинирующество. В данном случае, из нее вещество через точку лагранжи высадствует компаньон. На этот вопрос ответил Сергей Иванович Глиников в каком-то там году? 1984. Значит, он объяснил, что у нас нейтронная звезда существует только потому, что мы запрещаем нейтрону спадаться. Да? В общем, следует это. Угу. Но, когда у вас уменьшается масса, флаговымотность, этот процесс может пойти. И он идет абсолютно в виде взрыва. То есть, у вас только один пункт ставишь, что меньше масса, меньше центральная плотность, строительская плотность, меньше энергии эфирных электронов. У вас эта реакция была запрещена. А при уменьшении плотности, рано или поздно, вы достигаете, куда эта реакция идет, вы начинаете синтезировать все ядра до железного пика. У вас вся эта звезда взрывается. Вся энергия, которая была запрещена в виде этих нейтронов, взрыва не так выгодна энергетическое состояние, как протон и электрон. У вас вся эта энергия выделяется в виде взрыва в энергии взрыва идет примерно 4,7 моего наукова. Остальное идет на боевую гравитацию. Значит, если считать значение минимальной массы, оно зависит от дитали уравнения стоянного порядка 0,1 массы Солнца науков энергии вы получите энергию вы получаете 1 фойл или 1 гэнер вы 1 1 1 гэнер 1 гэнер вы тем самым замечательно объясняете почему все сверхновые коллапсы ядра имеют столь близкую энергию для сверхновых типа 1а взрыв белого каждого это понятно потому что взрывается объект примерно одной массы и близко энергии весна а в принципе непонятно почему энергия должна быть близка к этому значению это просто экспериментальный факт в этом механизме это объясняется тем что энергия взрыва этого маломассивного компонента то есть тогда механизм взрыва выглядит так у вас быстро вращающееся ядро коллапсирует фрагментирует и образует система двух нейтронных звезд при этом идет стандартный коллапс вы получаете первый нейтринный пик от нейтронизации вещества при коллапсе потом эта система вращается подбирая массы компоненты не обязательно быть равными вы можете получить любое число 4 естественно то что вы вытягиваете естественно получаете 4,5 часа например эта система вращается потом спустя 4,5 часа у вас этот компонент вращается более массивно и взорвется и эта энергия взрывает разносит обалочку все это выращается дальше а этот компонент выбрасывается со скоростью со скоростью со скоростью порядка тысячи километров секунды это вкратце механизм мшения помимо того что мы естественно объясняем величину этой энергии объясняется еще другой очень интересный факт тот факт что у нас существуют быстро летящие электронные звезды с а всех остальных механизмах очень сложно получить взрывается сверхновая большая степень оси 3 чтобы быстро летящую электронную звезду механизм получается естественно у вас маломассивный компонент взорвался на орбите а более массивный вылетел есть это кратко вернемся данной механики есть просто наблюдаемые факты это все предпоказанные электронные звезды которые меряют скорость и порядка тысяч километров секунду вот пример туманности у вас есть место где произошел центр есть космические космическое ядро это летит выброшенный из места взрыва от этого положения в 99-ом году в 2005-ом году скорость порядка больше тысячи километров в секунду вот называемая как это господи не было туман гитара видите это летит в 1994-2001-2006 год выброшенный из места взрыва сейчас новой электронная звезда и она летит в окружающем пространстве вот пожалуйста рановый пульсар вот летит пульсар при этом пульсар у него видно джет летит в нашу сторону поэтому мы видим а вот комната джет который мы видим слабо что летит в ту сторону сдвинут под окружающим вот летящий пульсар тоже скорость порядка тысячи километров в обычных механизм взрыва сверхновы очень сложно получить пульсары летящие с такой скоростью в этой механизме совершенно естественно получается но опять же это было предложено и все это пока существует в виде типа модель есть такая модель но чтобы посчитать ее по-настоящему честно и так далее опять же все вот тот проект в котором мы сейчас участвуем это попытка по крайней мере какие-то части этого большого проекта исследовать посмотреть насколько это важно когда все это рассказывают в инференциях самый первый вопрос ничего у вас не фрагментирует что-то ядро с чего вы решили что у вас фрагментирует оно будет терять момент по таким-то причинам оно у вас по таким-то причинам на самом деле этот механизм фрагментации он реально работает в природе потому что этот же механизм фрагментации работает преобразование звезд и большинство звезд входит в кратные системы то есть этот механизм просто-напросто в природе работает он просто на других масштабах для звезд для протооблаков мы предлагали что это работает это красивая интересная идея которую мы разрабатываем и это примерно я описал весь спектр а не весь механизмов взрыва сверхнов теперь раз мы сказали про пульсуар вы знаете что здоровенное магнитное диполе нет это другой механизм нет я не знаю про другое хочу спросить магнитное ремонтное большое у каждого может быть потери энергии связаны с синхотромным звучанием за счет ускорения быстрого это дополнительно здесь надо понимать что на этой системе все проще идет окрест то есть механизм материя мог быть разными вся эта система находится внутри помолочки сверхнов то есть там разные механизмы это считается что основные механизмы причем больше синхотром нет есть мы предполагаем что эти электронные звезды обладают в собственном моменте но если электронные звезды не уйдет просто мы забываем про эту плазму на 10 порядков менее плотной чем электронные вы знаете четвертый граф количества сантилетра какое там излучение никуда не уходит оно все там тепловодное надо будет просто греть а гравитационное излучение мешает но в то же время гравитационное излучение очень большая трудность этого механизма который мы даже пока не беремся преодолевать это то что это общий альентивизм эти задачи уже эти гравитационные волны сами которые как бы сближают звезды они могут помешать фрагментации на стадии фрагментации когда но другое дело фрагментация происходит на целиком на штабе здесь это по хорошему исчезает в рамках только модели мы собираемся в ближайшее время подключить все усилия подвижимся в этом как он был предложен в 1990 году он значит продвинулся только по серьезному один раз когда он посчитал троидальную атмосферу вокруг этого и посмотрел как вот этот пульсар который будет очень выброшен если он ударяет по окружающей атмосфере по железной троидальной атмосфере он может вызвать кульсарную реакцию в частности будут рождаться много генезонов которые дадут очень высокоэнергичные нитрины это хорошо для объяснения нитринного сигнала но на самом деле этот механизм пока и существует в виде такого механизма он не просчитывает как сценарий как сценарий 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 пульсар вот я тут в картинке сейчас все будет вот значит в результате не важно как бы она не взрывалась происходит образование нейтронной звезды значит вот нейтронная звезда я нашел вчера изображен ванкура это вот такая штука с массой солнца и радиусом 15 км город вот вот такая штука просто наблюдаем факт что звезды нейтронные многие из них являются пульсанами история открытия пульсанов она очень интересна значит нашли штуку пульсанов у нас есть нейтронная звезда она вращается у нее есть вращение есть магнитное поле которое не совпадает в общем случае вращение отсюда инжектируется излучением если мы находимся где-то на ухе этого пульса то он будет панамчик вот значит Джоселин Белл она нашла вот эти импульсы повторяющиеся излучения через абсолютно равные промежутки времени и сначала эта группа под руководством Хьюиша которая в конечном итоге за это открытие Джоселин Белл получил Нобелевскую премию значит они сначала не хотели публиковать результат потому что это был строгий периодически идеально выдержанным периодом периодический сигнал от земных цивилизаций она называлась выдела Green Man сигнал F9N только когда они убедились что это не имеет никакого отношения к зеленым человечкам они стали смотреть есть что-то еще такое и они поняли что это искусственное тогда не опубликовали просто чтобы сразу можно было понять что это такое пульса вращаются вот эта махина которая изображена может вращаться со скоростью сотен раз в секунду вращаться мы знаем по этому излучению соответственно мы можем оценить что это за объект у нас компактный объект у нас вращаются очень быстро миллисекундные пульсары потому что их период там миллисекунды значит условия того что у нас этот пульсар находится не разлетается на запчасти его вращения значит м омик квадрат герцентродетная сила и сила и долгнать меньше чем г м а м р квадрат значит омик квадрат частота ванна должна быть меньше чем g м м . значит здесь есть 4 пин на 3 g здесь будет средняя плотность это очень грубая церковь на самом деле здесь будет включена 2 пин вы можете обратить это правильство и сказать что средняя плотность такого объекта должна быть больше омик квадрат даже и g и для пульсара в правом университете в период обращения 1 секунды вы получаете что это плотность порядка 10 в 11 средней грамоте метокубических здесь в 11 средней это обязательно нейтронная звезда есть есть и 900 раз есть да еще более но опять это просто показывает что правильно я помню что Тиндович сначала не верил что это нетронные звезды и думал что это белый пульсар это первые пульсары были секундами характерно когда король получилась высокая гармония а потом когда король открыли 30 секунд уже сдался это вот такие объекты результаты взрыва сверхновых вот собственно крабовая туманность пульсар это не рисунок это наложение изображений дождь цветовой вот такая крупная и теперь мы переходим к вопросу это объекты которые имеют в центре вещество сжатое в 10 раз более подлощей плотность атомного ядра значит вот это примерная структура нейтронной звезды здесь масса 1.4 у нас солнце показано радиус 10-14 километров есть внешняя область это все показано в километрах внутренняя с чего он состоит в внешнем ведре у нас протон электронный ион все наше классическое вещество но уже находится в состоянии сильного взаимодействия это жидкость состоящая из нейтронов партонов электронов а вот при плотности больше 2-х ядерных мы вообще ничего не знаем что там может быть гипероны эмпионные конденсаторы марки и так далее это вообще зона в которой мы пока не знаем мы можем только моделировать что там происходит но как мы можем изучая нейтронные звезды залезть в самое основание материи вот это все связано с проблемой существования максимальной высоте которая взрывается максимально нейтронные звезды имеют максимальную массу так что белые карты причины совершенно разные то есть нейтронные звезды просто приобретение определенной массы неумолимы но точное значение этой массы при которой это происходит неизвестно это экспериментальный вопрос вот здесь показаны разные наблюдения это нейтронная масса полторы две массы Солнца и диаграмма массы-радиус и вот эти диаграммы массы-радиус нам как я такому на профиле это объяснял помогают или решают теоретикам работы вот показаны различные вычисленные зависимости массы от радиуса нейтронной звезды для каких-то уравнений стояний то есть вот вы теоретик мы знаем более-менее уравнение состояния для плотности меньше ядерных плотность давления вот здесь мы примерно все знаем 2,6 на 10,14 грамм на 10 а дальше кредит должен придумать разную надежду что происходит появляются не перроны не появляются какая-либо не появляется кварт или что-то появляется но как только вы выбрали какую-то возможность вы можете интегрировать уравнение на 10 соответственно это уравнение уже общее для относительности а не не то вы получаете в зависимости от центральной плотности вы получаете какую-то кривую масса радиус вы получаете значение максимальной массы дальше она у вас неустойчива крутить какую-то вот существует разные уравнения состояния разные в зависимости массы радиус здесь даже приведены значения массы радиус для квадратных звезд самое известное точное измерение массы пульсара долгое время было 1,4 массы Солнца это измерение массы могло опровергнуть одно уравнение стаи не дотягивает до двух масс Солнца если бы уравнение стаи реальной материи было такое то звезды с массой больше чем 1,4 не могло бы существовать она существует ладно потом открыли вот этот пульсар с массой 1,6 с копейками соответственно вы зачерпнули вот эту уравнение стаи вот эту уравнение стаи вот эту уравнение стаи значит вот несколько лет назад открыли уравнение стаи соответственно вы зачерпнули сущие теоретиков вот в этой вот области все что вот это вот это вот 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 где уравнение стаи все неправильно поэтому чем больше экспериментаторы открывают более массивные нейтронные звезды тем сильнее и сильнее они сужают область работы теоретиков которые снимаются сверху вот в состоянии вещественной на сетях выше ядерных с другой стороны интересно что изучаем совершенно вполне себе макроскопические объекты мы можем так сказать вселенные ускорители для петра мы можем проникать в самое-самое ядро вещества в самые глубокие вещества куда не можем проникнуть никаким реальным ускорителем теперь последняя связь нейтронных звезд я рассмотрю возможность кварковых звезд у вас есть нейтронная звезда в которой все нормально вещество обычное нейтронное это не то где странники производятся примерно то же самое но здесь фактически у нас уже вещество может переходить в различные фазы при высоких плотностях давления наше обычное вещество сначала было создано из ядер А-З и при плотности порядка ядерной оно перешло с фазы только из нейтронов протонов все эти ядра были раздавлены и слились это фазовый переход который существует который не выдвигает сомнений другая возможность у вас сдавливая дальше эти нейтроны и протоны вы перейдете к однородному морю А-Драму и, например, смотреть Quark это вещество которое вполне может обладать свойством самосвязанности то есть такое такое вещество может образовать вот эту квартовую звезду как здесь она показана еще видно который в отличие от обычных звезд на поверхности плотность не равна нулю давление равно нулю а плотность нет то есть это предельный случай на самом деле более реалистичном модели образования этих звезд кажется следующий механизм что у вас образуется не чисто кварковая звезда чисто нейтронная образуется гибридная звезда то есть волнение состояния вещества P отрон она имеет круг вот такой вид при какой-то плотности мы не знаем какой-то три ядерных четыре ядерных ядерных возникает фазовый переход к кварковому веществу и дальше идет уже кварковая материя состоящая из чистых A down S соответственно у вас на вашей нейтронной звезде возникает ядро состоящая из кварков которое окружено оболочкой наше обычное вещество то есть когда вы смотрите на такую звезду вам очень сложно предположить что оно внутри есть вот получилось да ну это примерно пока люди считают там различные давления как функция плотности вот вы видите нейтроны протоны ионы электроны и различные гипероны переходят в а да он с кварки это область где они сосуществуют области с внешних фаз в разных моделях и при определенном наборе параметров можно вытворить критерию массы Солнца это с одной стороны мы изучаем самые экстремальные условия физики после давления энергии изучаем нейтронные звезды но оказывается что это образование это кварковые ядра нейтронной звезды или протоны нейтронной звезды может помочь решить проблему взрыва с верхом вот здесь показан результат расчета финансовской группы вознесли Двагонского университета которые у них есть вход который считает обычный коллапс взрыв с верхмолом подходит коллапс возникает ударная волна расходящаяся она останавливается и все взрыв не происходит и они решили давайте мы эту возможность перехода кварков в центр нейтронной звезды заложим в наше уравнение станет при какой-то плотности и посмотрим что получится и получилось следующее то есть уравнение станет такого типа как этого прошел коллапс отстел плотность в центре была где-то вот здесь ударная она пошла остановилась все и дальше у вас идет накреться на эту нитронную звезду пока еще чисто нитронную плотность в центре ее растет 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 и в какой-то момент становится равным плотности начала фазы переход переход к этому в центре центральной области к квартному веществу значит если вы теперь будете рисовать плотность как функция радиуса в звезде то вот такая картинка в центре соответствует вот такой вот ступеньке на распределении вот этого ядра кварки а вот это обычное вещество значит вот это видите оно более плотное значит у вас это вещество которое было обычным и менее плотным сжалось до более плотного состояния оно превратилось в квартное вещество сжалось при этом выделяется гравитационная энергия вот этого сжатия значит она вот процесс конверсии вещества сюда идет тоже в нидеринамическом времени у вас возникает второй мини-коллапс вот этот ядро начинает сжиматься сжиматься и потом возникает снова отскок когда он доходит до достаточно большой плотности в центре возникает вторая ударная волна значит эта вторая ударная волна вот она показана вот когда мы дошли вот это всякие границы для различных значений числа нейтронов протонов значит возникает вот она черная подогревает основившийся ударный фронт а потом в центре возникает второй мини-коллапс и возникает ударная волна положительная которая идет по прогретому веществу догоняет первую ударную волну и то что о чем вы мечтаете оживляет ее то есть вот эту энергию которая выделилась при конверсии центральной части обычной нейтроновой в кварковую она это ударная волна доносит до ударного фронта и взрывает вещества получается взрыв с наблюдаемой энергии более того этот взрыв любое умствование хорошо проверять экспериментом этот взрыв имеет очень четкий отпечаток обычная светимость обычный коллапс он дает большой пик нейтронизационный где даже обрезан высокий пик от электронных нейтрино и потом длинный хвост здесь показывает нейтрин анти-нейтрин а нейтринный сигнал вот в этой модели здесь возникает второй пик это характерный масштаб порядка 250 0 25 секунд и причем это второй пик в основном от анти-нейтрино здесь есть жмем на этап ударный фронт почему возникает именно анти-нейтрино представьте что в этой модели есть область за ударным фронтом здесь нейтроны протоны изделий здесь возникает ударный фронт который идет сквозь эту область здесь очень много нейтронов и эта область очень горячая когда ударный фронт вторичный идет через прогреты области рождаются позитроны и дают нам второй сигнал и в основном идут анти-нейтрино это характерная подпись такого механика соответственно оказывается что в принципе может существует еще один интересный красивый механизм с помощью которого можно взорвать сверхновую второе его можно проверять по характерному подписям нейтринной кривой резко и в-третьих это все завязано на проблему максимальной массы нейтронной звезды изучая сверхновые и компактные объекты можно глубочайшим образом залезть в физику в микробиле приема второе 10 раз выше ядер вот собственно время нужно будет вопрос я сделаю чтобы заключить это вот все что касается сверхновых с коллапсом недра соответственно с результатом взрыва это сверхновых это синхронные звезды это огромная интереснейшая тема и она практически не совсем не вспахнула есть люди которые хотят заниматься стратегией это не то что 3-4 знаки после запятой чтобы уточнять это легко это не так интересно эффект взорвалась вот принципиально что-то такое получилось то есть это может завтра снимали расскажут про злой мне кажется что нет это это процесс но тут достаточно тех что уже придумали их к сожалению если эксперимент не тяжелый нет почему ну да если вспыхим сверхновых в нашей галактике мы получим нейтральный сигнал не не жалки 10 событий сверхновых в соседине какова вероятность этого события примерно одна сверхновая в 100 лет ну да но уже 1600 какого то года не было то есть с 1600 не мы не видим конечно всю но по крайней мере взорвалась где-то в нашей окрестности более-менее вы бы ее увидели то есть я хотел в добавлении если можно вот если вам то есть интересно что если измерение масса нейтрона сразу закрываете кучу усилий теоретик вот они придумывали геральную такую модель а она раз дает что нет независимого способа измерения раз то есть вы знаете вот у вас эта кривая есть масса она пересчитана совсем другой раз радиус нейтрона цветы по красному смещению например есть есть красное смещение известно если у вас известна масса красного смещения она с большими ошибками нет но она ничего не противоречит там можно есть еще радиус светового пятна тогда не известно как а про красное смещение она может чуть-чуть выше родиться чем нет то есть неопределенность есть везде но в принципе и в районе но я хотел сказать не это немножко просто распространитрирует что близко нас 100 парсет ну там 300 световых лет например взорваться хоть завтра а я уже говорю кто-то завтра она уже не может зарваться потому что работает суперпидраканда и она уже за неделю до коллапса вы видите до коллапса до того как мы увидим фотофотонов так сказать нет нет коллапс еще и никаких фотофотонов а в последние 6 дней там кремния вы видите когда сравнили светимость нитринная то нитринная светимость когда идет уже горение кремния кремния нам и они увидят повышение они сначала увидят просто превышение на солнечном фоне за 2 дня до взрыва они увидят в пределах нескольких градусов уже будет понятно что вот там зарываться можно прятать и у них там эта программа для меня вот так сказать отчасти если вы садмитриевичем на такой хашире в потоке там они управляют как вот эти суперпомиаканды там есть такой человек Марков Вагинцев в реконструкторе живет в работе у него сотня разных телефонных номеров которые он будет звонить люди там компьютеры там все это передадут чтобы коллапс не произвать нужно всех распудить интересно в принципе эту ну так сказать но вероятность правда она может взорваться так сказать и через неделю и через тысячу лет то есть поскольку возраст там вот десять миллионов лет это уже спрыскает десять миллионов лет и даже десять миллионов четвертых мы уверены что она заразилась такая точность на земной жизни это близко но есть еще несколько кандидатов близко и тогда значит самая нейтрейная вспышка коллапс вам не пятнадцать там нейтрейн а миллионы миллионы мы видим разные и тут она такая информация это 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 поколение теоретиков как бы к сожалению он не поставит эксперимент он как бы неизбежен если человек в сотни тысяч лет проживет это будет сделать и произойдет есть еще это карина такая которая тоже должна дать это совсем другой нейтрейный сигнал а если совсем близко даже термоэдерные славишки ну это в пределах это очень интересная область в принципе предсказательных размеров ну что ж на этой оптимистической спасибо большое спасибо спасибо Продолжение следует...